Болезнь Тея Сакса Болезнь возникает у человека генетическим путем. Болезнь передается от родителя ребенку. Заразиться или приобрести ее от внешних факторов нельзя. Существует три формы этого заболевания – детская, ювенильная и взрослая. Причем болезнь может возникнуть у человека в любом возрасте. Это смертельное заболевание, это тяжелая инвалидизация. И это зависит от возраста, начала заболевания. Ювенильная и детская формы – они самые тяжелые. Эти люди обычно не доживают до подросткового возраста. А если заболевания возникают в более позднем возрасте, то есть шанс, что человеку может помочь какое-то лечение. Работа над препаратом от болезни Тея Сакса началась еще в 2018 году. Сейчас на данный момент препарат проходит испытания на лабораторных животных. Совсем скоро результаты будут получены, и ход разработки двинется дальше. Мы разрабатываем генный препарат, который содержит гены, которые кодируют этот недостающий фермент. После этого этим генетическим препаратом мы модифицируем, генетически модифицируем мазонхимные стволовые клетки. После этого эти клетки в большом количестве синтезируют недостающий фермент. После этого эти генетически модифицированные клетки мы внутривенно вводим к пациенту, но будем вводить в перспективе. И эти клетки способны мигрировать в центральную нервную систему. Таким образом мы можем доставить недостающий фермент в нервную систему пациента, и таким образом восстановить активность этого фермента и метаболизм этих субстратов, расщепление этих субстратов. После чего можно будет остановить нейродегенерацию и излечить пациента. Еще одна трудность заключается в том, что в мире очень мало людей, страдающих от этой болезни. Фармакологические компании не заинтересованы в том, чтобы создавать препарат, на который будет мало спроса. Такими пациентами обычно никто не занимается. И именно в рамках университетской науки, университетской медицины у нас появилась возможность заниматься такими социально значимыми заболеваниями. Пока что в институте проходят ограниченные клинические исследования. Ученые уверены, что совсем скоро будут получены положительные данные исследований и победить болезнь Теа Сакса будет возможно. Лев Диденко, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс.